Первый сюжет по поиску просрочки в Балаковских магазинах собрал много комментариев, поэтому активные ребята решили продолжить обследование полок с товарами. Тем более, что от зрителей стали поступать просьбы проверить конкретные магазины, мол, в них часто попадаются просроченные продукты. Сразу несколько жалоб было на пятерочку на улице Академика Жука. Туда в первую очередь и направились Влад Шмигельский и Лиза Янякина. На первый взгляд, все не так уж и плохо, но после недолгой проверки обнаружены первые нарушения. Вот в двух контейнерах лежат разбитые яйца, а кто-то из покупателей в попыхах даже не посмотрит и приобретет непригодный продукт. Дальше просроченный паштет, а еще колбаса и творог, на которых нет срока годности. Директор магазина к выявленным нарушениям отнеслась странно, все время смотрела в телефон. Видимо, такая проверка ей не понравилась. Все замечания были сделаны, подошли к администрации, обратились. Администратор пообещал все исправить. На въезде в поселок Держинского магазины трех самых популярных торговых сетей. Выбор есть, и поэтому, наверное, в них должны следить за качеством товара. Конкуренцию ведь никто не отменял. Если где-то есть просроченные товары, то всегда можно пойти в соседний магазин. Итак, ребята начинают проверку с Гулливера на улице Коммунистической, 127-1. Первый улов им попался в отделе молочных продуктов. Йогурт с нарушенной целостностью упаковки и просроченный творог быстро отправились в корзину. На контейнере с рыбой срок годности давно стерся. Как покупателям понять, не испорчен ли продукт? Удивила и проверка солений. Квашеная капуста уже месяц стоит просроченная. И не одна банка, а целых 10. Контейнеры с маринованной продукцией сломаны, поэтому протекают. Вывод один. За товарами следят недолжным образом. Администрация магазина внимательно просмотрела просроченные продукты и пообещала все списать. По соседству с Гулливером магнит. Яркая вывеска «Мы открылись» на фасаде магазина. Привлекает внимание, радует глаз блеском и сиянием. Но все-таки главное – это свежие продукты. Долгая проверка показала, в магните просрочки нет. По мелочам есть нарушение целостности упаковки. Также активисты нашли сироп со стертым сроком годности. Директор магазина поблагодарила ребят за внимательность, а товары отправила на списание. Сейчас у вас выявили такое, наверное, нарушение целостности. Скажите, пожалуйста, я правильно говорю? Целостный нарушенный банк. Спасибо вам большое. Спасибо за понимание. Заключительной точкой посещения стала еще одна пятерочка на улице Коммунистической, 137-1. Тщательные поиски просрочки среди молочных продуктов, полуфабрикатов, заморозки, колбас и тортов только порадовали. В этом магазине не были найдены ни товары с истекшим сроком годности, ни продукты с нарушенной маркировкой или с поврежденной упаковкой. Оказывается, бывает и такое. Ну а вы, дорогие зрители, также можете стать народными проверяющими. Просто обращайте внимание на сроки годности товаров и при обнаружении просрочки сообщайте об этом руководству магазина. Глядишь, и некачественных товаров на полках будет меньше.